Здравствуйте! С вами Русский Охотники Журнал. Весенняя охота на европейскую косулю в Республике Беларусь одна из наиболее интересных, добычливых и, не побоюсь этого слова, привлекательных. Начинается она в этом 2024 году, с середины мая. Определенное нам место охоты – Негорельский лесхоз, совсем недалеко от Минска. Транспортное средство на территории хозяйства – наш традиционный УАЗ с кузовом. Сопровождает охотника один егерь, он же водитель. Косули, как, впрочем, и другие охотничьи звери в Беларуси, выходят в сельхозугодие, пасутся на полях. Тут-то их и высматривают охотники. Наиболее эффективна охота ранним утром и вечером. Днем звери отлеживаются в тени. Днем звери отлеживаются в тени. Зачем было козел и четыре козы? Надо без наземки. Если ничего не уйти. Я ловлю, ну и случайно, в основном, бывает, ждёшь их, что-то перепыри, вот, там катаешься, сидит, лежит, теплики в помощь. А так... Ну, у нас же снега там нифига-то, или... Да, у нас тут мало снега. Без снега. Вот, они стоят, да? Да. Вот так, как она, как она, не может, пооборот, вот, творится ещё. Я не увидел, нет. То есть, если... На 300 метров, наверное, я уже не стану стрелять. 200-250 можно. Нет, только тут же поле чистое, попадёт, он упадёт сразу. Ну, можно, можно попробовать. Можно лечь или что-нибудь. Плюс бугра получится. Хочу вам проживать. То есть, вон, одет, нет? Да. Там ещё канала, может, мы попробуем подкрасться движется. У косули, как и у большинства млекопитающих, зрение не ахти. Но она легко улавливает опасный силуэт человека на фоне неба. И, конечно же, реагирует, прежде всего, на движение. Вот же они стоят. Вот, вот. Только кто они и сколько? Охота во время разрешена исключительно на самца косули. Ошибаться никак нельзя. Вроде зверь и должен быть осторожен. Но для того, чтобы оценить трофей, мы должны увидеть рога. Евгений специально привлекает внимание зверей, чтобы они подняли головы. Отходит в стороны, свистит, щёлкает. Пытается, с одной стороны, насторожить дичь. С другой, не привлечь его внимания к стрелку. Довольно сложная задача, не правда ли? О, удалось. Наконец-то. ПРИКИ так и с полем какой симпатичный козлик и как красиво лег наше поздравление другие с рогами нету право право да там 2 должна быть с рогами одна самка которые будут стоять боком это 11 полка велосий Нет 250 Косуля пасется в открытом поле, при хорошем свете и в доступной дистанции для охотника. Но иногда тепло, делень, пение птиц, общая весенняя безмятежность приглушают охотничью страсть и дают человеку возможность полностью слиться с природой. Для этого надо просто открыть ей свою душу. Но добыча тоже имеет значение. Субтитры создавал DimaTorzok Евгений веткой отмечает место, где начинается кровяной след, чтобы его не потерять. Лежит? Вау! Ха-ха-ха! Красота какая, а! Вот это егерь! Блин! А тепловер в него, да? Не, пока беломастера боится. Блин, спасибо! Хлопка не было. А хлопка не было. Озел уже в возрасте. Шая, видите, морда свеженькая. Роти такие. Это легкое вынесло. Офигеть. Днем, когда животные отдыхают в зарослях, пережевывают жвачку и готовятся к вечерней жировке, мы отправляемся в экскурсию по замкам, которые в некотором количестве оставило на белорусской земле знать великого княжества литовского. Первым мы посещаем Мирский замок, основанный в начале 16 века одним из магнатов. Мне кажется, вот это, который Виков построил в знак непрещения, в знак того, что отъягаев на бежон, и здесь он построил церковь. И целый ряд таких обороны у нас церквей. Я так никогда не встречался, у церкви была такой функции. Охота – традиционное занятие обитателей местных земель, прежде всего, владетельных феодалов. Европейская косуля – один из самых традиционных видов трофеев. Их головы и рога во множестве украшают стены феодальной твердыни. Потом останавливался, значит, и вот вышел, переезды вот эти были. Останавливался бродно, вот как-то. Зубок изображался по-другому, как-то, может, неправильно изображали. А потом генетически определили, что такой зубр раньше и был. Но благодаря... То есть вид зубра, на самом деле, в одном из других, он не жаловался, ведь вот эти с гречью, он есть с фуром, есть и запах, и вот эти зубы, и вот эти зубы. И вот, как раз, и вот. Ну, реально, я не послал. Ну, я не послал. Я не послал, я не послал. Я не послал, я не послал. Я не послал. Аминь. Многие замки на, скажем так, бруси, они были в достаточно более выигрышном положении, чем западные замки. В западные замки строились камень, кирпич, детинцы или обороненное сооружение того же самого Полоцка, да и Минска, Минска. Это землянные ряды, полы, и на них какое-то там чистоту, укрепление, какая-то маленькая верилия. И против ядер, против ядер, они оказались более устойчивыми. Потому что земля. Да, потому что земля. Следующий замок – Несвиш, имение владетельных князей-раздивиллов. Стилистически он сильно отличается от Мирского замка. Это уже замок нового времени, более приспособленный для комфортной жизни. В его проекте принимали участие итальянские архитекторы. Но и оборону ему нести также приходилось. Эпоха, отраженная в экспозиции, известна россиянам прежде всего по трилогии Генрика Сенкевича и фильму Ежи Гоффмана «Потоп». Всячески рекомендую, кстати. На стенах то и дело встречаются участники этой самой героической польской эпопеи. Так и кажется, что рядом с Богуславом и Янушем Раддивиллами будут висеть портреты Михаила Володовского или Пана Заглобы. Охотничий зал Несвежского замка – прекрасный образец интерьера этого типа, характерный для крупных феодальных имений Западной и Восточной Европы. Интересно, что этот интерьер хоть частично сохранился, несмотря на две мировые войны, и прокатившиеся по Белоруссии. Конечно, глухаринные медальоны, медвежьи шкуры и чучела – это экспонаты из современности. А вот лосиные рога, висящие на стенах, мы можем узнать и на старинных фотографиях, выставленных в центре зала. По этим фотографиям, судя по всему, и восстанавливался интерьер уже в нулевые десятые годы текущего столетия. Оружейная коллекция семьи Радзивиллов, хранившаяся в не слишком замке, некогда насчитывала более тысячи экспонатов и считалась одной из самых представительных в Восточной Европе. Побывавший после революции в замке Валентин Катаев писал, на длинных столах было разложено охотничье оружие – пистолеты, мушкетоны, кинжалы, современные штуцеры, винтовки, подобного рыцарской зале он не видел и в московских музеях. Сегодня мы, конечно, наблюдаем лишь жалкие ошметки этого великолепия. Все рыцарские их доспехи изготовлены реконструкторами. Разумеется, мы не могли не обсудить как прошлое, так и настоящее охотничьего хозяйства Беларуси. Наши соседи сумели сохранить принципы и традиции его видения, берущие корни аж до революционных времен, правильно трансформировать их в эпоху современного полугосударственного капитализма и сделать из охоты процветающую и прогрессивную отрасль хозяйства. То, чего не удалось нам за 33 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вышки в Негорельском лесхозе незатейливы, но эффективны. Благородные олени еще одно свидетельство эффективности ведения охотничьего хозяйства Беларуси. На опушке пасутся 4 самки и один самец. Продолжение следует... Продолжение следует... Лег? Лег. Еще одна удача. Он возждал долго. Долго возждал. Рога большие. Ну, не толстые, но симметричные такие. Ладно, время много, поехали дальше. Перелинявшие такой. Бумаги в Белоруссии на охоте заполняются чуть ли не одновременно с выстрелом. Порядок должен быть. Порядок должен быть. Нет, к сожалению, не то. Он побежал. Они-то рядом, но они в высокой траве, в бруянине. Должны отметить, что вываренные трофеи появились на пороге дома на следующее утро после охоты. Вместе со всеми сопроводительными документами. До осени, Беларусь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok